И начинаем. Разработка тренировочного плана. Разработка тренировочного плана очень важна для развития боксера. Она должна быть хорошо спланирована и организована с учетом навыков и уровня подготовки спортсмена. При разработке тренировочного плана тренер обязан учитывать цели, препятствия боксера, его навыки и уровень подготовки, расписание основных соревнований. Эти три самые важные критерии, которые мы должны изучить, когда мы начинаем планировать подготовку боксера. В том числе, зная его сильные стороны и слабости в технико-тактическом подготовке и функциональной подготовленности. Я выбрал систему подготовки России. То есть мы будем рассматривать систему подготовки по русской литературе и использовать вот эти научные исследования, которые были сделаны в России уже давным-давно. Значит, начали планировать тренировочные планы в конце 60-ти лет. Потом у нас были такие очень знаменитые ученые, как Матвеев, Затсиорский. И они как бы сдавали фундамент планирования спортивной тренировки. Потом, конечно, разработали ученые, которые работали в университетах Москвы, Ленинграде, Волгограде по боксу, как Кургузов, Джероян, Кудадов. Очень много написали статей про планирование именно боксерской подготовки. И это мы будем сейчас рассматривать. Период подготовки делится на три фазы. Общая физическая, специальная физическая и непосредственная подготовка. Продолжительность каждой фазы от 6 до 9 недель или менее. В зависимости от календаря соревнований, а также зависимо от уровня боксера. Иногда, если у нас начинающий боксер, эти подготовительные фазы могут быть 10 дней или 1 неделя. То есть предсоревновательная подготовка может длиться всего лишь 4 недели. Начинаются общеподготовительные подготовки, продолжаются на средней неделе специально подготовительные подготовки. И предсоревновательная подготовка третья неделя и непосредственная подготовка четвертая неделя. Между каждой фазой, если мы говорим о фазе, которая как минимум длится 6 недель, есть недельный активный отдых, необходимый для качественно-физического и психического восстановления. Такие периоды АОТХ устраиваются не только между фазами, но и в течение всего года. Например, мы прошли один подготовительный период, который закончился с турниром или соревнованиями. После того мы делаем, зависимо от длительности соревнований и предсоревновательной подготовки, период АОТХа. Например, после Олимпийских игр можно отдыхать месяц, даже три месяца, не участвуя в боксерских тренировках и боксерских занятиях. Конечно, это в себе включает общеподготовительные упражнения, плавание, бег. Самое важное, чтобы боксер восстановился от очень высоких напряженных психических, эмоциональных и функциональных напряжений подготовки, подготовительных периодов. Фаза общей физической подготовки. Фокусом, то есть целью этой фазы является развитие физических способностей, таких как выносивость, сила, скорость и координация, которая включает в себя гибкость и ловкость. Эти физические способности являются основное развитие боксера и реализации его целей и задач. Поэтому она очень важна и для него. В этой фазе также тренируется техника, тактика и психология боксера. Боксер должен тренироваться 2-3 недели по 2 тренировки каждый день. Делительность этой фазы определяется планом соревнований и формы боксера. Рекомендуется проводить тренировки по 2-3 часа с низкой интенсивностью, но с большим объемом. Это касает у нас, конечно, боксеров, которые готовятся на высшем уровне, то есть уровень специализации и уровень высшего мастерства. Например, если готовится боксеру, готовит боксеру к ответственным соревнованиям, которые могут быть чемпионат Европы, чемпионат мира, олимпийские отборочные, олимпийские соревнования. Но иногда, если боксеры готовятся к чемпионату России, конечно, они также тренируются, потому что там уровень очень сильный. Если готовятся к чемпионату Эстонии, если у боксеров есть, конечно, возможность тренироваться 2 раза в день, это хорошо. Но в основном наши боксеры все-таки тренируются раз в день. Специальная физическая фаза. Главной целью тренировки в специальной фазе подготовки является развитие физических способностей, связанных непосредственно с боксом. Эта фаза не предназначена для развития техники. В этой фазе боксеры учатся увеличивать выносливость, силу, скорость, координацию ударов и движений. Как и в предыдущей фазе, тренер должен уделять немного внимания тренировке техники и тактики, а также психологии боксера. Боксер должен тренироваться 2-3 недели, по 2 тренировки каждый день. Длительность этой фазы определяется планом соревнований и формой боксера. Рекомендуется проводить тренировки по полтора до 2 часа с увеличенной интенсивностью, затем переходить к упражнениям из общей физической фазы с меньшей интенсивностью. Это значит, в одном тренировке, если мы делаем интенсивную тренировку, для восстановления в конце тренировки надо делать 20-30 минут восстановительные, так называемые, восстановительные упражнения. Гимнастика, бег в маленьком темпе, растяжка, также можно использовать массаж. Фаза непосредственной подготовки, то есть предсоревновательная подготовка. В этой фазе боксер должен быть сосредоточен на развитии своих личных технических и тактических навыков, а также силы и скорости в боксе. Во время этой фазы тренер должен уделять больше внимания психологической подготовке боксера, так как психология боксера очень большим фактором, очень большой роли играет в боксерском поединке, как боксер будет готов. Если он даже функционально хорошо подготовлен, но не сможет и за счет его воли или недостатки уверенности, не может 100% выступать. Рекомендуемая длительность фазы из 2 до 3 недели по 2 тренировки каждый день в сумме 3 часа. Продолжительность этой фазы определяется планом соревнований и формой боксера. Объем работы должен быть меньше, а интенсивность выше. Конечно, многие из вас знают, но еще повторяю, что очень важно, что в общеподготовительном этапе мы делаем объемную работу с малой интенсивностью. А в специально подготовительном фазе интенсивность повышается и объем уменьшается. А в предсоревновательном этапе мы работаем на высшем интенсивности и малым или среднем объемом. Чем ближе к соревнованиям, тем больше объем уменьшается, интенсивность повышается. В период соревнований начинается в день прибытия на место соревнований. В течение этого периода боксер должен продолжить тренировки, чтобы остаться в хорошей форме. Тренировки должны быть более короткими, а интенсивность должна определиться формой боксера. Если боксер слишком... Скажите еще, что эстонский язык очень трудный... ...взвольнован перед соревнованиями, то тренер должен подготовить план с более высокой интенсивностью, чтобы снять напряжение. Если же боксер спокоен, то интенсивность должна быть низкой. Переходный период После участия в соревнованиях или в турнирах, боксеру нужно предоставить время для снятия напряжения, психологического восстановления и лечения травм. В зависимости от количества и уровня сложности поединков, тренер может разрешить боксеру провести немного времени дома, в том числе и встретить своих друзей и иметь немного социальные... То есть, контакты в своем социальном сети. Переходный период должен продолжиться около 1-2 недели после соревнования. В это время боксер может заниматься другими видами спорта, кроме бокса. Тренировочный план – это один из самых важных элементов по развитию боксера. Целями тренировочного плана являются Максимальная эффективность от тренировок, то есть мы постараемся повышать качество одного тренировки. Управление и контроль над противниками, над тренировочным процессом. Готовность боксерам к соревнованиям. Улучшение физических, психологических, технических и тактических навыков боксеров. На самом деле, план на год составляется на основе графики соревнований, навыков боксера и его или ее целей на этот год. Цели могут быть разными. Например, на Олимпийском цикле в Олимпийском году мы больше выделяем внимание на подготовительный процесс к отборочным турнирам и максимальный результат на Олимпийские игры. В начале Олимпийского цикла обычно больше работаются над ощупками развития технико-точистского плана, развития функциональной подготовки. Но в основном боксер пройдет 4 года начального обучения, когда он начинает, скажем, 15-летним. И переход в взрослую классу, когда у него достигается 19 лет, то есть он готов по разным исследованиям. Боксер лучше результат может показать, когда у него возраст 22 до 24 года. Вот основные возможности у него развиваться. Значит, если мы планируем, мы можем планировать для новичка два Олимпийского цикла. Значит, боксер-юниор с 15 до 19 лет и из 19 до 23 лет. Это основной Олимпийский цикл из 19 до 23 года. Если у нас боксер начинает занять боксом раньше, то есть не надо даже делать подготовки на 4 года. Просто обучать боксеру, делать его годовой план и по этому годовому плану работать. Потому что с новичками немного другие задачи. Цели и задачи боксера определяются нагрузку и выбор соревнований, в которых будет принято участие. Значит, у нас у молодых боксеров в основном задача стать чемпионом города, стать чемпионом Эстонии. А потом, если он попадает уже, и он набирает опыт, и попадает в команду, тогда мы начинаем его подготовить на чемпионат Европы и так далее. То есть уровень соревнований повышается. Тренер должен также учитывать расстояние от места, где проводятся соревнования. Кроме основных и более важных соревнований, тренер должен выбрать состязание для проверки и оценки формы спортсмена. И самый лучший тест – это, конечно, соревновательный бой боксера или спарринги с разными соперниками. Вне зависимости от степени важности соревнований, боксер должен готовиться к ним, не пропуская ни одного цикла из тренировочного плана. Таким образом, в течение одного года допускается максимум 6 тренировочных циклов. В течение одного года допускается максимум 6 тренировочных циклов, которые включают в себе общеподготовительный, специально-подготовительный и непосредственную подготовку с переходным периодом. Каждый цикл состоит из периода подготовки, периода соревнований и переходного периода. Годовой план зависит во многом от того, в каких соревнованиях участвуют боксеры. Чтобы боксер был в оптимальной форме, рекомендуется участие в 2-3 турнирах перед крупными соревнованиями. Таким образом, перед более важными соревнованиями боксер успеет пройти 3-4 тренировочных цикла. Во время разработки тренировочного плана на год тренер должен учитывать расстояние от места, где проводятся соревнования и особенности этого места. Например, какая разница по времени, на каком уровне высота. То есть, если соревнования в Средней Горе, конечно, надо учитывать, что в Средней Горе у нас кислорода меньше. Подготовку обязательно надо провести на условиях Средней Горе. План составляется исходя из даты целевого соревнования вплоть до первого дня работы в обратную сторону. Программа тренировок должна учитывать разный уровень интенсивности и разнообразие упражнений для поддержки интереса и мотивации боксера. Очень важно, чтобы у боксера было время на активный отдых и переходный период. После интенсивной работы усталость остается в человеческом теле также после длительного сна. Если период отдыха будет слишком коротким, это сильно повлияет на физическую форму и психику боксера и увеличит вероятность получения травм. Естественно, когда боксеры устаются, у них повышается вероятность получения травмы. Поэтому очень важно, особенно при интенсивных периодах подготовки следовать на восстановление боксеров, чтобы они восстановились, чтобы их не перегрузить. Есть травмы перегрузки, но есть и травмы чисто боксерские, которые тоже боксеры получают из-за того, потому что они не могут контролировать свои действия. У них нервная система очень устала, поэтому особенно дать отдых нервную систему очень важно в боксерских действиях. Во время разработки тренировочного плана на год, в зависимости от уровня подготовки боксера, тренер может пропустить или укорочить некоторые фазы или тренировочный период. И сосредоточиться на тренировке слабых навыков боксера. Учитывать, что боксер будет в лучшей форме после прохождения двух-трех циклов подготовки. Выбирать турниры, исходя из их уровня подготовки боксера. Более сложный турнир может оказать негативное влияние на психологические стороны. Если постоянно выбрать сильные турниры, где боксер будет проигрывать, то это очень сильно влияет на уверенность боксера. Поэтому надо выбрать турниры, которые немного слабее, где боксер может выиграть бои, чтобы повышать уверенность. И в том числе не получит больше боев, потому что через боевой опыт у него мастерства повышается. По возможности стараться участвовать в международных турнирах, нежели в местных соревнованиях. На международных турнирах боксеру открывается возможность увидеть и ощутить уровень подготовки боксеров на мировом уровне, а также встретиться с будущими соперниками на соревнованиях. Во время разработки тренировочного плана на год надо учитывать. Тренер должен пользоваться менее значительными соревнованиями, чтобы следить за подготовкой к большим целевым соревнованиям и оценивать форму боксера. Включать в программу тренировочного лагеря длительности из 14 до 21 дней. После длительного переходного периода или активного отдыха полезны устраивать лагеря или тренировки на больших высотах в горной местности. Сикль тренировок, который предшествует большим соревнованиям, должен проводиться с максимальной или почти максимальной интенсивностью. И поэтому надо выбрать хорошие качественные спарринг-партнеры. Объем тренировок должен быть низким. Стоит избегать треизмерных нагрузок. Во время разработки тренировочного плана на год, тренер должен направлять боксера на медицинский осмотр как минимум два раза в год. Если на один год выпадает больше, чем две серьезных турниров, то тренер должен выбрать два или три соревнования, на которых будет сфокусировать внимание. Не рекомендуется проводить более 2-3 тренировочных циклов с максимальной интенсивностью. Вот. Таким было у нас представление про планирование. Я еще покажу планирование тренировочного цикла, тренировочного недели боксера, как разрабатывать и что надо иметь в виду, когда мы планируем тренировки боксера. То есть в недельном цикле надо быть разные по физически нагрузки для боксера, чтобы он мог восстановиться. Например, мы можем ставить две сильных тренировок в день, то есть в неделю. Называется двухпиковая система. Например, если в воскресенье соревнования, последняя сильная тренировка у нас проводится в среду. В понедельник гимнастика, легкая тренировка. Можно делать работу с партнером. Во вторник работа с лапами, на лапах, например, физическая подготовка. В среду очень интенсивная тренировка. На лапах, бой с тенью, на мешке, физическими упражнениями. Четверк восстановления, восстановительные процессы. Лапа или бой с тенью. Отдых или сгонка веса. Сгонка веса за счет гимнастического упражнения, за счет бега на малой интенсивности и воскресенье соревнований. Так обычно мы делаем, когда мы подготовим своего боксера к одному бою, к одним соревнованиям. Если у нас, например, в конце недели проводятся две соревнования. Например, пятница, суббота или суббота-воскресенье. Значит, день перед началом соревнования. Здесь все равно пойдет сгонка веса. Перед этого надо отдыхать, боксер отдыхает. Здесь мы занимаемся технико-тактической подготовкой. Но это все проводится на малую интенсивность, на малую интенсивность упражнений. Потому что интенсивные эти две пики находятся друг после друга в конце недели. И очень важно иметь в виду, что восстановительные действия после соревнований. Можно и моделировать соревнования. Если у нас соревнования на каждой неделе, это значит, что в конце недели у нас соревнования. Вот здесь суббота или воскресенье у нас соревнования. Сначала мы проводим спарринги или моделируем соревнования. После этого дня у нас день отдыха. И работа опять начинается с малой интенсивности. Во вторник повышаем интенсивность. В среду делаем интенсивные. На средней интенсивности. Или выше среднего интенсивности работа. Опять работа с малой интенсивностью. И максимальная интенсивность. То есть соревновательный бой. Вот спарринг. Соревновательный бой. Последние сильные тренировки. Интенсивность меньше, чем в спарринге. Потому что восстановление из таких сильных физических упражнений проводится обычно из 48 до 72 часов. Вот. Вот таким у нас было представление тренировочных циклов. Завтра продолжаем тогда 12 часов. 12 часов мы собираемся и с всеми инструкторами. Если у вас еще остались вопросы по этим темам, которые мы прошли. Может подготовить вопросы. Но в основном я благодарю, что вы участвовали на эти наши сессии. Надеюсь, получили пользу, изучили что-то новое, повторили старые знания. И можете продолжать введение вот этих знаний и умений тоже в своем тренировочном процессе. Вот. Изучили в сильные и слабые стороны посмотреть. И в техническом подготовке, и в тактическом подготовке, и в физическом и функциональном подготовке вашего боксера. работали над этим ошибками. Вот в чем у нас состоится работа на лапах, чтобы если вы нашли ошибки ваших боксеров, именно технику тактической подготовки, тогда вы умеете работать над этим ошибками. Так. А вот тогда еще продолжаем недельные циклы. Я вам буду послать вот форму, где вы можете недельные цикли построить своим боксерам. Обычные тренировочные недели. Что вы будете, какие упражнения вы будете делать, на какие дни. Вот. Очень важно, чтобы вы имели в виду, имели в виду вот этот график, который я вам показал. Потом можете еще видеозаписи посмотреть, вот как можно моделировать. Это микроцикл на соревновательной неделе. Это микроцикл, если у нас турнира или два соревнования в конце недели. А здесь, вот, если у нас один бой в конце недели. А можно также, если у нас, например, боксерские тренировки, которые интенсивные, проводятся, например, во вторник, четверг, субботу или в понедельник, среда, пятницу, что между ними боксеры занимались самостоятельно с физическими упражнениями, беговой подготовкой, силовой подготовкой, один день восстановления. Моделирование, так называемая, тренировочного недели. Зависимо от плана вашего боксера. Так. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, можете задавать еще вопросы. У нас осталось 3 минуты до окончания. Можно вопросы задавать? Конечно, можно. Такой вопрос по первой половине нашего семинара. Ну, есть у боксера, да, есть техника, есть в тактиках. А своего индивидуального стиля как бы не наблюдается. Как это привить, как это, как это, как это, отпустить сложное плавание, или как это вообще как бы двигать его в этом вопросе. Ты имеешь в виду, что он не имеет как бы своего стиля? Индивидуального стиля, да, в этом плане. Вроде тактика есть, техника есть, как бы, но... А вот индивидуального стиля нету, я думаю. Как это привить свое пихать, как бы, или опустить свободное плавание, или как-то направлять. Серьезно. Надо, конечно, разговаривать с боксером. Вот это уже называют тактической подготовкой. Если мы хотим развивать какой-то стиль, то есть надо говорить с боксером, какой стиль у него нравится, а какие у него качества, чтобы боксировать в этом стиле. Если у боксера, например, хорошая реакция, конечно, он хорошо может работать на дальней дистанции. А на средней дистанции очень важно, чтобы он имел хороший выносливость, уровень хорошей выносливости. А если боксер имеет хороший силовый удар, тогда надо, чтобы он хорошо подготовлен. Вот надо ему дать вот просто такие упражнения. Это уже проводятся под индивидуальные подготовки боксера. Надо индивидуально заниматься с этими боксерами. И задать ему в тренировочном процессе вот такие задачи. Например, номер один атакует. Если мы хотим, чтобы нас боксер начал контратаковать, он может только принимать контратакующие удары. Ну, чтобы он умел и разрабатывал свою стиль, так же, как мы у него разрабатываем разные удары, так же стиль, при таких же условиях. Понял. Хорошо. Спасибо, Игорь. Ну, надеюсь, что-то было пользой или нет. Но, как или иначе, нужно подталкивать к этому его самого. Сам тренер должен подталкивать его к какому-то индивидуальному себе сам, правильно? Да, у нас на первой неделе мы разговаривали про изучение сильных и слабых сторон боксера и спортсмена. И каких надо развивать, чтобы он мог выбрать своего стиля. Вот. Слабые, сильные стороны. Какие тесты можно делать, что изучать. Вот. Все понял. Понял. Это очень важно, потому что, во, вначале у нас много участников, а потом уже у нас на уровне мастерства остается меньше и меньше, чтобы с ними уже индивидуально передвигаться. Хорошо. Ответ ячен. Спасибо, Игорь. Так. Спасибо. Если больше вопросов нет, тогда встретимся завтра в 12 часов. Всего вечера. 30 минут. Я сейчас я emperor сказал, я наревlie. Я, вы прям спросил меня. Пом었다ップ мне!